Если вы цените свое время, если в вашей семье есть маленькие детишки или пожилые люди, которые частенько забывают что-то на плите, если у вас малогабаритная кухня и нет места для духового шкафа, для плиты, для других электроприборов, как хлебопечка, йогуртница, миксер и прочее, 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 если вы любитель путешествовать, если вы любитель отдыхать на кемпинге, если вы живете в студенческом общежитии и у вас нет места для приготовления пищи, а также, если вы холостяк, который привык, придя с работы, находить на кухне горячий обед. Если вы из тех, кто экономит электроэнергию и обращает внимание на здоровую полезную пищу и на вкус этой пищи, тогда этот прибор для вас – мультиварка. На рынке есть всевозможные предложения всевозможных видов мультиварок, и наш телемагазин тоже предлагает кое-какие модели. И как же выбрать для себя модель мультиварки, которая подходит именно вам? Попробую я вам сегодня помочь. И предоставляю вашему вниманию модель мультиварки «Марта МТ-4314». Давайте же рассмотрим вместе все ее плюсы. Во-первых, обратите внимание на ее визуальный эффект, на этот замечательный цвет белый жемчуг, и на эту округлую форму, форму такую приятную, как бочонок, торбочка, я бы сказала. Очень эргономичную ручку, очень удобная, открывается. Здесь мы видим чашу, которая достаточно объемная и подходит для семьи от одного до четырех человек. И если еще парочку гостей к вам случайно соблюдет, в ваш дом тут тоже они найдут, что поесть. В этой мультиварке 38 автоматических уже заложенных программ и 78 программ ручного управления. Обратите внимание на то, что здесь есть сборник для конденсата. Вот такая небольшая чаша, которая присутствует именно в этой модели. В других моделях это, в общем-то, такая редкость. Чем это удобно? Тем, когда вы готовите, открываете крышку, конденсат стекает вот в это вот место, и тем самым образом он стекает потом вот в этот сосуд, который вы освобождаете после использования вашей мультиварки. Давайте же заглянем внутрь и убедимся в том, что эта чаша покрыта качественным покрытием. И покрытие это называется гриблон. Двухслойное керамическое покрытие Гриблон СК-2 относится к материалам для профессионального использования. Керамика – натуральный природный материал, обладающий высочайшей стойкостью к механическим нагрузкам и температурным перепадам по сравнению с простым антипригарным покрытием. Керамическая чаша обеспечивает абсолютную чистоту вкуса и сохраняет все полезные свойства продуктов. Керамическое покрытие Гриблон имеет ярко выраженные антипригарные свойства, не деформируется, не вступает в химические реакции, имеет длительный срок службы. В чаше с керамическим покрытием можно готовить без добавления растительного масла. Это особенно важно при приготовлении диетических блюд. Керамическое покрытие Гриблон обладает антибактериальным эффектом и не окисляется. В чаше с таким покрытием можно не только готовить, но и хранить уже приготовленные блюда. Наличие сертификата ЛГА Института независимых испытаний в Германии и наград Немецкого института сравнительных испытаний доказывают высокое качество и безопасность антипригарных покрытий Гриблон. Здесь очень есть удобные аксессуары. Вот такая вот ложечка. Еще есть мультистакан, которым вы будете отмерять либо жидкие, либо сыпучие продукты. И вот такая насадка, в которой вы готовите на пару. Например, манты, пельмени, вареники или рыбу. Очень удобно, когда вы готовите в два этажа. То есть в первый этаж вы погружаете какой-то продукт на гарнир, допустим, картофель или рис. Сверху вы устанавливаете эту чашу. И здесь располагаются либо рыба, либо какие-то овощи. Ну, давайте теперь перейдем непосредственно к программам. Потому что здесь есть то, что я могу показать вам. И то, чем может Марта похвастаться. Во-первых, мы включаем ее вот таким образом. Как вы видите, у нас здесь LED-дисплей. И еще этим легким нажатием вы подтверждаете и запускаете этим мультиварку. Давайте пройдемся по программам. Первое, что вы видите, четыре верхних квадратика мигают в циферке 1, 2, 3, 4. Это те четыре программы, которые называются пользовательские, которые вы можете запрограммировать для своего личного использования. То есть на каждой программе запрограммировать время приготовления какого-то определенного блюда вашего индивидуального. И также температуру. Если мы дальше крутим это реле, мы попадаем на программу смарт. Вот это вот готовка многоступенчатая. Когда вам, например, нужно вначале что-то обжарить при определенной температуре и за определенное время. И следующий этап идет, когда у вас, допустим, томление. То есть вы на первом этапе задаете и время, и температуру, которые запоминаются. Переходите к следующему этапу и задаете, опять же, время и температуру, при котором блюдо готовится дальше. Если мы дальше крутим это реле, мы попадаем на следующие программы. Следующая программа у нас мультиповар. Эта программа хороша тем, что вы также можете ее индивидуально использовать. Задавать и время, и температуру для готовки какого-нибудь определенного блюда. Следующая программа молочная каша. Я хочу сказать, что здесь все программы, те, которыми вы будете постоянно пользоваться и будете пользоваться часто, потому что здесь заложены, запрограммированы все блюда, которые мы чаще всего готовим. Молочная каша, дальше поехали суп, бульон. Получается очень прозрачный бульон и очень вкусный. Дальше гречка. Программа тушения. На этой программе вы можете потушить овощи или приготовить овощное рагу. Следующая идет программа жарка и фритюр, где вы за полчаса при температуре 160 градусов можете что-то обжарить. Следующая программа выпечка, где вы можете печь пироги. Дело в том, что мультиварка, она как раз таки работает как печка. Это очень удобно и очень экономично. Берет она всего 860 ватт в час. Сравните с духовкой, которая потребляет до 2000 ватт. То есть этот прибор еще и очень экономичный. Следующая программа идет пароварка, где вы на пару можете что-то приготовить. Или манты, или варенички, или еще что-то. Следующая программа плов. Еще есть рис, крупы. Вот это очень интересная программа экспресс. На этой программе вы готовите блюда из круп. Чем отличается эта программа? Она готовит до тех пор, пока испарится вся жидкость из чаши. То есть если вы готовите из круп какие-то блюда, либо плов, либо гречку, либо рис, у вас получится очень рассыпчатая каша. Следующая программа запекания. Вы можете запечь курочку, омлет. Можете приготовить макароны, пиццу. Как вы видите, я уже приготовила вот такого небольшого диаметра пиццу. Можно засунуть в эту мультиварку. Или булочки можно выпечь. Или такие небольшие пиццы, которые есть замороженные. Тоже очень экономично. Или разогревать всю духовку. Или вот эту вот небольшую емкость. Дальше вы можете прекрасно приготовить студень за 8 часов. Пожалуйста, пользуйтесь этой программой. Вы можете очень удачно сделать наипрозрачнейший холодец. За 8 часов у вас будет прекрасно мультиварка готовить то, чему вы всегда уделяете много усилий. Следующая программа тушение. Варенье можно очень хорошо изготовить в этой мультиварке, в этой модели. Как вы видите, я тоже сегодня изготовила варенье. Я готовлю исключительно в мультиварке свое варенье. Я собираю, хожу свежие ягоды и фрукты на поле. И вот изготавливаю такое варенье. Хлеб. Этот прибор еще работает, как и хлебопечка. Причем таким образом вы замешиваете тесто, погружаете его в чашу, включаете эту программу, тесто само подходит. И потом включается программа хлеб, которая двухэтапная. Вначале на одной температуре, а потом на другой хлеб, булка очень хорошо выпекается. Следующая программа йогурт. Дорогие мои, посмотрите, сколько молочных продуктов можно изготовить в этой мультиварке Марта. То есть я изготовила сегодня и йогурт, я изготовила сегодня в ней топленое молоко в стакане. Вы видите этот замечательный карамельный цвет и такой же приятный карамельный привкус этого молочного продукта. И также рядом стоит ряженка. Вот это вот единственное место, где я могу получить настоящую ряженку. Единственный прибор, где я могу его изготовить. В моей семье любят молочные продукты. Я люблю молочные продукты. И мы не можем без них жить. Мы привыкли к тем молочным продуктам, которые мы употребляли на нашей родине. И к ним относится ряженка, которую мы можем изготовить здесь, в Германии, только сами. Если вы в магазине видели ряженку, это просто йогурт, крашенный карамелью. Также мы можем изготовить творог и также мы можем изготовить сыр. В общем, все программы здесь тех блюд, которыми мы постоянно пользуемся. Также здесь прилагается книжка рецептов. Книжка со 100 лучшими рецептами, которые уже адаптированы под эту модель, этой мультиварки. Пожалуйста, пользуйтесь ими. Они очень интересные, они пошаговые, с картинками. Здесь все понятно и как раз именно для вас. А также есть техническая инструкция, руководство по эксплуатации, из которой вы уже и узнаете, каким образом пользоваться этой мультиваркой. Итак, давайте уже приступим к готовке и посмотрим этот прибор в действии. Что делаю я с самого утра, когда встаю и бужу своих детей? Я думаю о том, а что же они будут есть на завтраке. Я думаю о том, что мне нужно собираться на работу и как же мне успеть все это сделать. Поэтому я бегу к своей дорогой Марте, к своей мультиварке и начинаю готовить завтрак. Вернее, готовить начинает она, а я только загружаю продукты. Для этого я ее включаю вот таким долгим нажатием, подтверждаю, что я буду на ней сейчас что-то готовить и выбираю программу. В моем случае это молочная каша. И теперь подтверждение. И мультиварка начинает готовить, а мы загружаем продукты. Для этого, воспользуясь вот этой вот книжкой, книжка рецептов, я выбрала продукт молочная каша. Литр молока. Мы заливаем прямо в чашу. Высыпаем подготовленную крупу, в нашем случае рис. И закрываем мультиварку. И теперь она готовит молочную кашу. Готовит она ее в течение 20 минут. И эти 20 минут я могу посвятить себе, пойти накраситься или сделать что-то приготовить, или поднять моих детей, которые не хотят вставать с кровати. Смотрите, как удобно ее переносить. Очень удобная ручка. Когда мы позавтракали, я в мультиварку загружаю другие продукты, потому что я думаю уже об обеде. Я думаю об обеде, о том обеде, который я найду подготовленный на своей кухне, когда я вернусь с работы. То есть, когда мы уже эту чашу опустошили, я загружаю туда совершенно другие продукты, которые я подготовила для обеда. Допустим, я очень люблю овощное рагу с куриными ножками. Просто погружаем в чашу куриные ножки. Я ничем чашу не смазываю совершенно, потому что очень хорошее покрытие. К нему ничего не пристает. Мы используем минимальное количество жира или не используем его вообще. Погружаем овощи, ну вот просто какие только есть у вас в вашем холодильнике. Вот так вот от сердца и от души просто накидываете. Я вот их даже не мучаюсь и не нарезаю как-то мелко, такими большими кусочками. Все загружаю в мультиварку, в чашу. Картофеля, морковочки. И это все будет томиться при определенной температуре и находиться в разогретом состоянии и ждать меня или моих детей, когда они придут со школы или я с работы. Вообще дело в том, что когда я приобрела эту модель мультиварки, у меня всегда такое создавалось ощущение, что у меня дома гостит моя мама. Потому что именно когда мама приезжает ко мне в гости, меня ждет горячий обед. В этом случае занимается обедом наша Марта. Мы опять же включаем ее в сеть, подтверждаем то, что мы хотим что-то приготовить и начинаем листать все программы, пока мы не дойдем до тушения. И подтверждаем эту программу. Когда закончится программа, когда уже все будет приготовлено, она плавно перейдет в автоматический режим подогрева, который вы также можете отключить, если он вас не устраивает. Следующим пунктом нашей программы я начинаю думать, когда уже мы пришли, я пришла с работы, пообедала, я начинаю думать об ужине. Эта мультиварка мне заменяет духовку. И очень успешно она мне ее заменяет. Я могу выпекать в ней любого вида пироги, или хлеб, или пиццу, или прочие вещи. Сегодня мы будем выпекать заливной пирог. Очень удачно в этой чаше, поскольку у нее замечательные антипригарные свойства. И этот прибор очень экономичный. Я его использую гораздо успешнее, чем в духовку. Вот вы видите, я здесь внутри сделала такие полоски с пекарской бумаги. Для того, чтобы мне удобнее было вытаскивать пирог. Вырежьте вот такие полоски с пекарской бумаги и погрузите их в чашу. Теперь, что мы берем для пирога? Обыкновенное тесто, которое я приготовила, воспользовалась опять же рецептом из этой книжки. Небольшое количество майонеза, яиц, муки, кефира и пекарский порошок. Мы наливаем на дно некоторое количество теста. Распределяем его по чаше. Я бы сказала, две трети теста. В этом случае мы наливаем в чашу. И берем обыкновенную начинку. Я очень часто делаю такие пироги. Их очень легко делать. Они очень сытные. Можно делать на обед, на ужин. И можно делать с разнообразной начинкой. Вот в этот раз я сделала мясо, пережарила с луком и с картошкой. Можно делать, все очень любят с яйцом вареным и зеленым рубленым луком. Можно делать с тушеной капустой, с тушеными грибами. Можно делать сладкие такие пироги. В общем, как поет ваша душа, вот такой вот вы изготавливаете пирог. Ну, вот такой пирог понравится любому мужчине, потому что здесь все есть для счастья молодого человека. И картошка, и майонез, и мясо. В принципе, если бы сюда еще можно было футбол и пиво запихнуть, то это было бы стопроцентное приворотное средство. Так, и остальную часть теста мы выливаем, покрываем нашу начинку. И у нас будет готов пирог. Посмотрите, как все это дело просто делается. И минимальное количество посуды мы пачкаем. И минимальное количество электроэнергии потребляет наша мультиварка. Дело в том, что у нее оптимальное очень потребление электроэнергии. Есть мультиварки, у которых около 300-400 ватт мощность. Есть мультиварки, у которых около 1600 ватт. Но они тогда, конечно, больше берут электроэнергии. Здесь оптимальный вариант для семьи из двух-четырех человек и по потреблению электроэнергии, и по объему чаши, и по заданным программам. Теперь нам нужно закрыть крышку мультиварки и выбрать программу. Программу мы выбираем выпечка. Это очень удобно. Нам ничего не нужно заносить. Нам просто нужно найти нужную программу. Те блюда, которые основные мы готовим, вот в нашем меню, они все уже здесь заложены. И теперь совершенно без вашего участия мультиварка начинает готовить. Вам осталось только время посвятить себе или посмотреть по телевизору ваш дорогой телемагазинчик Калвай. Ну что ж, наступил трепетный момент в дегустации. Но прежде чем мы перейдем к этому пункту нашей программы, давайте коротко подытожим все сказанное сегодня. Мультиварка Марта МТ4314. Замечательный прибор на вашей кухне, который заменит множество посуды и множество электроприборов. Все в одном. Походная миниатюрная кухня. Это и кастрюля, и сковородка, и духовка, и хлебопечка, и йогуртница. Подумайте о ряженке, о нашем любимом молочном продукте, который можно приготовить только в этом приборе. Это замечательная чаша объемом 5 литров, которая накормит семью от 2 до 4 человек и даже еще парочку гостей. Это и удивительные, очень удобные аксессуары. Сетка для готовки на пару, мультистакан для отмерения всевозможных продуктов и вот такая ложечка, которой вы тоже удачно пользуетесь. Это и множество программ, самые пользуемые программы, самые пользуемые, самые любимые блюда, которые мы употребляем в нашем меню. 38 автоматических, уже заложенных, и 78 ручных программ. Вот вы сейчас услышали уже это пипиканье. Это означает, что наша мультиварочка, наша хозяюшка уже закончила каждая свою программу. И мы можем сейчас сервировать стол. Давайте же приступим к этому. Первая мультиварка готовила у нас молочную кашу. Это было дело на завтрак. Открываем и смотрим, как же она справилась с кашкой. Посмотрите, она разваренная, рассыпчатая, очень мягкая, именно такая, которая и должна быть. Вот такой именно консистенции. Вот такая сочная кашка, которую мы готовили на функции отложенного старта. То есть задали необходимое время, через которое мультиварка начинает готовить. И уже утром, когда мы выполнили все свои дела, разбудили детей, мы приходим к столу и можем спокойно завтракать, без спешки, без суеты. Декорируйте свое блюдо как вам угодно. Всевозможные варианты декорации вы также можете найти книжки, которая прилагается к мультиварке «100 самых лучших адаптированных рецептов для мультиварки». Вот, приятного аппетита! Кашка готова. Следующая наша мультиварка готовила на функции тушения, также на функции отложенного старта мы заложили продукты, задали необходимое время, после которого начнется действие этой программы. И эта мультиварка ждала меня после работы. Вот она закончила свою функцию и посмотрим же внутрь. Посмотрите, дорогие мои, что же тут у нас происходит? Посмотрите на эти продукты, которые не разварились и не потеряли свой цвет. Когда продукт сохраняет свой цвет, это означает то, что все витамины и все минеральные вещества остались в этом продукте. И именно в этом виде блюдо наиболее полезное для вашего здоровья. А я вам скажу, почему. Потому что мультиварка готовит в процессе томления. Она работает по принципу русской печи. То есть здесь идет обогрев 3D. Мультиварка нагревает чашу и снизу, и по бокам. Тепло циркулирует и также сверху. И вкус получается потрясающий. Вам, конечно, знакомы блюда, приготовленные в глиняных горшках. Вот здесь именно при томлении достигаются вкусовые качества вот таких вот блюд, которые готовятся на функции томления. Это и пловы, и рассыпчатые каши, и голубцы, и лазанья получаются очень вкусными. И по вкусу отличаются, нежели вы готовите на плите или в духовом шкафу. Вот таким образом я никогда не готовлю впрок, потому что за меня готовит мультиварка. И моя семья имеет возможность всегда вкусно поесть свежий продукт. Это блюдо очень вкусное. Обратите внимание на то, что я совсем не добавляла сюда воды. И посмотрите, сколько сока выделили овощи и фрукты. Запах здесь потрясающий у этого блюда. И еще одна такая маленькая деталь, когда мультиварка готовит, запах не распространяется по квартире. И это очень важно. Вот меня этот пункт очень беспокоит. Я не люблю, когда в квартире чем-то пахнет тем, что я готовлю. Здесь готовится все в закрытом пространстве, поэтому запах минимальный. А следующий у нас был пирог. Это уже идет на ужин. То есть мультиварка работает так же, как и печка. Давайте же заглянем внутрь и посмотрим. О да, пирог готов. Здесь сверху у нас нет зажаренной корочки. Если вы любите корочку, тогда вам стоит вытащить пирог и перевернуть его. Тогда будет золотистая корочка. Но если вы не любитель корочки, пирог в принципе пропекся. И вы можете его сервировать и нарезать. Вы можете вытащить его за вот эти полоски, которые я вам рекомендовала сделать. А можете воспользоваться вот этой сеткой на пару. Вы вставляете ее просто-напросто внутрь и переворачиваете пирог прямо на нее. Таким образом нижний слой не отмокнет, а очень хорошо остынет. Да, мы в нашем случае транспортируем пирог прямо на блюдо. Посмотрите, какой он пышный получился. Эти полоски пекарской бумаги мы снимаем. И вот наш замечательный пирог. Сверху еще сметанки. Вот это красота! Вкуснятина! Делайте начинку какую вам угодно, или с капустой, или с грибами. Или с рубленым луком и яичком. И угощайтесь сами. Угощайте ваших гостей благодаря вашему новому прибору мультиварка Марта модель МТ 4314 по максимально доступной цене для нашего дорогого покупателя. Звоните прямо сейчас, потому что партия у нас ограниченная. И для тех желающих приобрести этот прибор, которые немножко припозднились, может не хватить. Поэтому делайте свой заказ лучше всего во время видеоролика. Так что я резервирую вам эту цену и резервирую для вас вашу мультиварочку. Жду ваших заказов дорогие мои.